Здравствуйте! В эфире передача время арт, но говорим мы не только об искусстве, но больше о жизни, которая в нем отражается. Сегодня у нас в гостях его величество юмор и эксперт передачи, директор Могилевской лиги КВН Виталий Кудасов. Виталий, КВН для зрителей это задорно, это весело, а сами КВНщики над чем больше все смеются? Есть такое? Ну как, начнем с того, что для КВНщика юмор это все-таки работа, какая бы то ни было. Потому что интересно, над чем же они смеются сами? Да, они месяц занимаются для того, чтобы 3-5 минут постоять на сцене. Поэтому, наверное, шутки те, которые популярны и известны для всего зрителя. Жизнь, какие-то бытовые ситуации, какие-то всем известные ситуации. То есть просто так сказать нельзя, что шутят про Василия Ивановича Петьку, да, конечно же нет. То есть бытовой юмор, жизненный юмор и то, что сейчас актуально для молодежи. Актуальный юмор, так скажем. То есть можно сказать, что есть юмор, если он актуальный, то он современный. Или разделить нельзя, современный юмор или несовременный сегодня. Наверное, можно. Можно сказать, современный-несовременный, хотя не совсем не нравится такое определение, современный юмор. Если юмор качественный, он будет долго жить. Возвращаться на виток и опять затихать. По определенным виткам он будет, этот юмор. Будем цитировать юмор древний, былой, прошлый. Но так или иначе, наверное, есть какой-то процент современности, несовременности. Посмотришь видеокассеты старого КВН, былого КВН и не смеешься. Думаешь, а чего так ухахатываются зрители? Не понимаешь ничего. А на самом деле, вот такой вот юмор был. Такая была жизнь. Не смеялись над теми пунктами. Сегодня так любят шутки в социальных сетях. Если сравнить, то количество новых каких-то афоризмов или анекдотов в социальных сетях гораздо меньше, чем все выкладывают вот эти падения, разъезжания какие-то. То есть, получается, визуальный юмор больше сейчас в части. А почему? Что плохие тексты или мы просто меньше читаем? Вы не задумывались над этим? У вас не стояли такие вопросы? Почему действительно? Мне кажется, немножко... Нужно визуализировать, обыгрывать как-то юмор, да? Мне кажется, мы немножко утрируем. На самом деле, давайте признаемся себе, что визуальный юмор всегда был такой. Раньше тортом в лицо. И это было всегда популярно, это было всегда смешно. Ну и остается вроде бы сегодня, да? Десятый раз падаешь в лужу, все равно смешно. Да, да. Просто единственное, сейчас возможностей стало больше. Если раньше видели в газетах, и все. Потом появилось телевидение в газетах, телевидение. Потом газета, телевидение, интернет и так далее. Сейчас можно увидеть в разных местах. Но юмор визуальный он всегда был, потому как информацию мы максимально получаем через глаз. Почему нет? А потом уже ухо. Как-то говорится в анекдоте в одном. Почему мы визуальный юмор любим? Потому что глаза находятся ближе, чем уши. Ну, глаза ближе, чем уши. Сразу до глаз, потом на ухо. Кстати говоря, вы знаете, что, по-моему, я бы не согласился. Трехдюймовики есть такое понятие, если я не ошибаюсь, в теории лекторского мастерства, что ли. То есть расстояние от глаз до рта и от ушей до 3 дюйма. Это если человек только выдает то, что он прочитал или узнал, но не свое еще, да, не продуманное. Трехдюймовики. Вообще, на самом деле, юмор сложно придумывается. И я всегда всем говорил, и не устаю повторять, что КВНчики одни из самых интеллектуальных людей. Потому как, чтобы начать шутить о чем-то, надо хотя бы знать, о чем ты шутишь. Тебе пришло приглашение на игру, и написана тема игры «Война и мир». И ты хотя бы должен знать, кто такой Андрей Балконский. Просто для того, чтобы о нем шутить, ты должен это почитать. Поэтому, КВНчики, а ввиду того, что игры много и разнообразие всего, я должен знать и новинки рекламы, и новинки каких-то сериалов, и что произошло там, и что произошло там, и там, и там, и там. То есть это довольно-таки интеллектуальный человек. И если он умеет придумывать шутки, это просто на вес золота. А вот раньше считалось, что юмор, допустим, умение смеяться над собой, это, в общем-то, довольно большое достижение личности человека именно над собой. Я могу сам свое отношение сказать, если человек смеется над собой, он уже стал лучше, он сделал над собой какой-то шаг, он выиграл у себя же. То есть он стал интеллектуальнее, он стал лучше. Многие обижаются, когда над собой смеются, допустим, ой, нет, я не такой. А многие обманываются, не признаются в себе, что чего я буду над собой смеяться, я не такой. Вы имеете в виду тех, кто приходит к КВН в команде, когда работают? Все, которые приходят поначалу, они очень ревностно относятся к тому, чтобы посмеяться над собой, или его подколол кто-то по какой-то ситуации. Он очень сильно обижается. Потом это все, так скажем, выравнивается, человек понимает, что это неплохо, это наоборот хорошо. А бывает такое, что уходит, скажем, ну так вот он обиделся, он себя чуть ли не гениальным считал, или команда там, они считали, что у них такие шутки, а тут редакторы или там жюри эти шутки откритиковало, обвязывало. Бывает, что бросил полчаса или шапку и ушел? Или все-таки растут? Я боюсь, сейчас разочароваться, наверное, это каждой игру происходит. Бывает каждый сезон, что даже команды делятся, вот они не поняли друг друга в чем-то. Вот я создаю свою команду, я создаю. У нас даже есть за кулисами афоризм. Не нравится? Создавай свою команду, играй. Известная совершенно вещь, так называемый актерский ступор. Вам она, конечно, знакома. Как с ней бороться? Наверное, из этой же области получается. Как когда-то давным-давно еще был Валдис Пельш, проводил небольшой мастер-класс. Он говорил о том, что если во время какого-то мероприятия что-то уронилось у вас или что-то не так, если вы начинаете суетиться, это очень плохо, это зритель так поймет, то есть не так вас поймет. Если вы это сделали в процессе игры, допустим, добрый вечер, упал. Ой, вот меня тут упало. А знаете, почему упало? Потому что... Обыграли, да? Ипровизация на ходу, да? Да. Режизер Амика Валерий Хатнок такой, он говорит, что мы на сцене, имеется в виду зритель, на сцене не знают, что будет происходить в следующие 2 минуты, 2 секунды, 3 секунды. Поэтому мы смотрим с чистого листа. И как вы это все обернете, так это все и пойдет. Над чем сегодня больше и с большей охотой или сразу может смеяться молодежь, ну студенты, скажем? Ведь все-таки, наверное, возрастное восприятие юмора, даже самого знаменитого, видимо, как-то есть. И тот же Жводецкий, это одно. Я не знаю, как молодые его воспринимают, как-то не спрашивал, интересно. Но можно ли говорить о различностях хотя бы некоторых восприятий возрастного? Я боюсь ошибиться. И на самом деле могу ошибиться. Я боюсь, но я на самом деле могу это сделать. Мои наблюдения, мне кажется, что формы одинаковые, главные герои разные. То есть, если раньше подкалывали, пародировали, например, группу «Руки вверх», то сейчас будет какой-нибудь там «Квест Пистолс». То есть, главные герои меняются, а сама форма подколоть артиста, спародировать знаменитость, найти какой-то хитрый ход в рекламе, в жизни. Ну, банальный анекдот про Василия Ивановича Петьку обыграть новыми красками. Взять не Василия Ивановича Петьку, а других героев и тот же самый ход. Если мы с вами поставили себе цель, скажем, снять хотя бы короткометражку, комедию молодежного толка. Вот чего в нем все-таки больше должно быть? Движение, игры, драйва вот этого, как они говорят, или все-таки тонкости какой-то, смысловой вот этой анедотичности? Что бы больше сыграло, как Вы считаете? На данный момент я считаю, что сыграло бы больше драйва, больше движухи. Мы говорим вот так за колесами, больше движухи. И это не будем отрицать, потому как молодежь сейчас, да и раньше, наверное, были молодые, такие же мы. Говорю сейчас как взрослый человек. Я же сейчас молодой тоже, почему нет? Я позвольте, о возрасте ничего не говорю. Мы воспринимали все через глаз, молодежь воспринимает через глаз. Если мы сейчас снимем гениальную комедию с гениальным текстом, но там будет играть взрослый человек, то молодежь скажет, ой, дедушка. Они дальше не будут смотреть комедию. То есть для них сначала через глаза, да? Как 80% информации через глаза сначала так. А уже слышат они потом, получается. Да, это мое наблюдение. Я не считаю, что я на 100% прав. Можно спорить, я просто по наблюдениям ориентируюсь. А вот разница между юмором и сатирой, допустим, улавливается? Можно ее проводить четко. Или если это в драйве, то здесь юмор, сатира можно смешать. Все, лишь бы это было как-то весело и красиво. Когда-то во времена школы я думал, что сатира – это злая. То есть если вот уже… То есть это зло наступление какое-то, да? Это уже такое же злое, это уже можно обидеться. А вот на юмор они обижаются. Я считал раньше так. Сейчас, вот вы абсолютно правы, что за счет драйва, за счет шоу можно смешать эти. И в процессе, что доказывают команды КВН, то же самое, команда «Чистые пруды» в Москве играет, в высшей лиге. Они, по сути дела, сатира, иногда даже возведенная в квадрат. Но это за счет какого-то эпатажа, за счет какой-то игры, за счет какого-то драйва, это типа, ну ладно. Им это позволено. Есть такая команда на всем пространстве КВН. Есть, которым позволено. А вот вам не позволено, потому что вы уже зло смотритесь. А они, ну такие. Как сказала Пелагеев после жюри, она сказала, ну они вообще безбашенные. Что может дать человеку не очень уверенному в себе знакомство по-настоящему с юмором, с сатирой, с вот этой вот стороной, литературной, театральной и вообще сценической? Давайте моделировать ситуацию. Человек занимается юмором. Человек хочет пошутить. Он должен как минимум задаться себе вопросом. Для кого? О чем? И как? Ну как минимум три вопроса. Для него это проблемная ситуация. И он решает эту проблемную ситуацию. По жизни мы всегда решаем проблемную ситуацию. Все время. Где найти, что сделать, как сделать. По сути дела это микрожизнь. Юмор это микрожизнь. То есть он решает проблемную ситуацию. Он решил, он рассмешил какую-то группу людей. Соответственно он, так скажем, стал на ступеньку больше, выше. Если это компания друзей, это одно. Если 600 человек в зале, это другое. А если у тебя каждый месяц конвейер и по 600 человек, это уже совсем третье. И он, соответственно, по ступенечке, по ступенечке. Если у него есть такая цель вырасти, то он, собственно говоря, Да и, честно говоря, юмор всегда настраивает на какую-то импровизацию. Ведь «найтись», такой, наверное, глагол можно употребить, «найтись в данной ситуации» это тоже дорогого стоит. То есть на самом деле ситуация, а ты из нее выкрутился путем юмора. Это самое простое. То есть если резюмировать все, о чем мы с вами говорим, сегодня можно так четко и стабильно сказать, что его величество юмор помогает не только жить, но иногда и выскочить из какой-нибудь сложной ситуации. И поэтому мы всегда должны помнить, что если юмор на сцене, он должен выйти в нас. Так? И даже не то, что может, он всегда так делает. Мы говорили о юморе, о сатире. И в гостях у нас был директор Могилевской лиги КВН Виталий Кудасов. Когда умрет последний конь, мир рухнет. Потому что самые лучшие люди – это кони. Так говорил Василий Шукшин. И сегодня речь пойдет о людях и лошадях. И наши гости сегодня – это Анастасия Лукьянчикова. Это тренер Могилевского областного центра Олимпийского резерва по конному спорту. Человек с лошадью издревле. Сначала как объект охоты, затем одомашнивание происходило. Вот примерно когда это началось? Есть ли срок давности? Ну, конкретного срока давности, наверное, нету. Потому что знакомство с лошадьми произошло очень-очень давно. Возможно, около пяти тысяч лет назад. Поэтому это считалось роскошью. В принципе, роскошью до сих пор считается. Это до сих пор очень дорогое удовольствие. Как бы то ни было. И уход, и содержание, и выведение чистокровных пород. Потому что помесь, конечно, это лошадка и лошадка. А люди, которые ценители конного спорта, ценители вообще лошадей, чистокровные породы, они приоритетны. Лошадь человеку – это близкое по духу существо? Очень близкое. Вы даже не поверите, насколько. На самом деле лошади могут научить человека практически всему. Что касается воспитания, каких-то личных качеств, характера, той же искренности. Это совершенно искреннее животное, которое не умеет лгать. То есть если человек может где-то слукавить, недоговорить, недосказать, обмануть, подумать о чем-то другом, сказать совершенно третье, то лошадь в этой ситуации, как она чувствует, так она и показывает. То есть если с лошадью общаться очень долго, на протяжении ни одной недели, ни одного дня, месяцами, годами, ты досконально знаешь любую ее реакцию. Если ты, по-детски скажем, принесешь ей кусочек яблочка, и ей оно покажется очень кислым, она ее есть не будет. Она просто отвернет, скажет, ну яблочко, ну хорошо, вкусно. А я не буду, мне не вкусно, я не буду его есть. Если лошадь чувствует, что к ней относится с любовью, с искренней любовью, она всегда будет отвечать тем же. Если она чувствует, что к ней приходит с какой-то скрытой агрессией, то она точно так же настороженно будет себя вести. Но коль мы уже заговорили о существах, наверное, нужно упомянуть и о таких представителях древнегреческой мифологии, как кентавры. Полулошадь, получеловек. В мифологии даже иногда говорится о том, что это одни из самых совершенных существ. Ну, такое высказывание тоже не лишено смысла, на самом деле. Если соединить человека, как говорят, самого умное существо на планете, которое имеет сознание, может мыслить, и соединить лошадь, которая, возможно, на несколько уровней стоит выше, чем человек, но она намного выносливее, намного сильнее, то, да, в принципе, это действительно идеальное существо, идеальное совмещение человека и лошади. Ну, и были еще достаточно показательны в этом плане кентавры. Херон тот же, да, мудрый, справедливый. Он являлся наставником очень многих богов и героев древней мифологии. Да, именно. Скажите, а почему же общение с лошадьми вызывает такое настолько большое положительное эмоциональное воздействие? Почему это происходит? Ну, наверное, прежде всего, как бы не было это сказкой для многих людей, лошадь обладает огромным эмоциональным фоном. То есть та же энергетика, которая от нее исходит, она не может не располагать к себе. То есть да, лошади пугливые, да, они могут где-то чего-то испугаться, где-то чего-то полюбопытствовать, не ожидая никакого подвоха. Но в то же время, когда подойдут и ознакомятся, сразу этот страх куда-то пропадает. Точно так же и с человеком. Когда человек боится подойти к лошади, но лиха беда начала, надо попробовать. И, как я говорю многим своим и детям, и людям, которые ко мне приезжают, говорят, я боюсь, простите, все проблемы у вас вот здесь, в голове. То есть вы себе придумали страх, и вы в него верите. Если вы пришли и хотите пообщаться с лошадью, значит, свой страх надо спрятать. И просто через себя подойти к лошади и познакомиться. Да, она будет видеть, что вы боитесь. Она прекрасно считывает ваши эмоции. Она прекрасно зеркалит и отражает любые ваши эмоции. То пусть, то будет страх. Она видит, что вы опасаетесь. Она тоже будет немножко вас сторониться. Но если она видит, что на фоне этого страха вы хотите с ней общаться, то есть вы, ну, как бы вы ни боялись, но вы хотите ей открыться, пообщаться с ней, она пойдет вам навстречу, и она поможет. А чтобы ощутить вот этот прилив жизненной энергии, обязательно нужно уметь держаться в седле. Или можно как-то в сторонке, не знаю, любоваться лошадью. Или гладить. Ну, наверное, чтобы ощутить прилив жизненной энергии, надо хотя бы просто находиться рядом. Потому что все, что исходит от лошади, хочешь, не ходишь, оно проходит через человека. И вот этот заряд бодрости, заряд, наверное, желания жить, он просто настолько завораживает и захватывает человека, что просто потом отойти от лошади уже невозможно. Если ты раз пришел на конюшню или к лошади, два пришел, пообщался, она затягивает. Вот вы уже сказали о желании жить. Подошли еще к одной теме. Многим общение с лошадьми приносит огромную пользу, даже вылечивает от ряда заболеваний. Это так? Как вы относитесь к ипотерапии? Ипотерапия – это, как, наверное, уже известно, лечебная верховая езда. Многие врачи считают нетрадиционные средства медицины. Ну и что с них возьмешь? Хотя на самом деле результаты есть, и результаты огромные. В той же Европе дети учатся и разговаривать, благодаря лошадям, и ходить. Да, у меня есть небольшая практика ведения занятий по ипотерапии. Но что вы видели? Примеры живые. У меня есть девочка, которая занималась уже, наверное, у меня, конкретно где-то около года. Ребенок не вставал с инвалидного кресла. Девочке 9 лет. Вот спустя года занятий, да, я не отрицаю воздействие различных медицинских средств, того же ЛФК, гимнастики, любых медикаментозных вмешательств, то есть таблетки, препараты, все остальное. Но ребенок буквально через год занятий поднялась с кресла с инвалидного. И для родителей это была такая радость. Просто был момент, я заходила в манеж, заводила лошадь к ним на занятия, и я смотрю, что ребенок сидит на кресле, сидит, 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 потом руками упирается и поднимается. Я с лошадью шла, я так и остановилась. У мамы просто не хватало слов. Да, ребенок поднимается, пытается подняться дома, постоять. Ну, не хватает пока тонуса мышц, ребенок падает. Но спустя еще пару месяцев занятий, ребенок начал уже делать некоторые шаги. То есть это уникальный способ лечения, который, наверное, никогда ничем не заменится. А есть ли какие-то противопоказания, либо, наоборот, показания к ипотерапии? Ну, показания к ипотерапии, это, наверное, все возможные заболевания. Те же ДЦП, аутизм. Опорно-двигательная система. Опорно-двигательная, психика, мозг. Из самых простых депрессия, что, наверное, лечится просто на ура лошадьми. А депрессия? Депрессия, да. То есть человек, когда попадает в состояние депрессии, ему не хочется ничего. Правильно, хочется закрыться от мира, чтобы его никто не трогал, никто не видел. Жить в своем уголочке, закрытыми шторками, и все. Когда человек попадает рядом, находится рядом с лошадьми, он понимает, что кроме его вот этого маленького серого мира, который он себе организовал, есть еще много той же красоты, которую когда-то раньше он не замечал. То есть точно так же лошадь реагирует на это состояние, и она пытается вытащить человека. Она может с ним поиграть, она может поднять ему настроение. Многие лошади умеют улыбаться, как ни странно. И когда человек, ну, кажется, ну, стоит лошадь, подняла верхнюю губу, знаете, так задирает ее вверх. Это улыбка. Это улыбка. Человек стоит, говорит, не может понять, что происходит. Она раз поднимет, два поднимет. И пока у человека не появится улыбка на лице, она будет добиваться вот этой вот эмоции ответной. Анастасия, а чему человек может научиться у лошади? Научиться? Стоит чему поучиться у них? Ну, наверное, первоначально это желание жить, желание жить полной жизнью. То есть не ограничивать себя в чем-то, а конкретно есть у вас какая-то цель, достигнуть ее. Есть у вас желание чего-то добиться. Значит, нужно к этому стремиться, работать над этой целью. Когда, наверное, видели и преодоление препятствий, когда прыгают высокие барьеры. Конкур. Конкур, да. И всадникам, и лошадям бывает дико страшно. Но они прыгают. А так выглядит все легко? Это кажется. Когда вы сидите на лошади, ну, ладно, хорошо, расстояние 2-2,5 метра над землей, да? И барьер такой же высоты и в ширину метра 2, вы знаете, как-то сверху совсем не страшно, не может быть. То есть если без агрессии, если с улыбкой, с добрым сердцем, то и лошадь будет точно так же к вам относиться. То она не обидит человека? Она не обидит. Она и просто так не сможет обидеть человека. Если вы не сделали ничего плохого, максимум, что она может сделать ввиду своего характера, может быть, немножко повредничать. Самую малость. То есть где-то прикусить за куртку, где-то случайно попытаться, ну, так это, ненароком немножко наступить вам на ботинок, на пятку сзади. То есть не... Ну, потому что у них свои характеры тоже, да? Конечно. Это как и у людей. Конюшня – храм, а лошади в ней – божества. Так говорят англичане. Вы согласны с этим выражением? Я полностью согласна с этим выражением, потому что в любом случае, как говорится, со своими порядками входить туда, где уже установлены эти порядки, смысла нет. У вас все равно система, которая там установлена, она вас все равно подстроит под себя и сломает. Точно так же и здесь. У лошадей свои порядки. У лошадей своя жизнь. И если они вас спускают в эту жизнь, то будьте добры жить так, как они вас просят. Потому что в любом случае лошади, как я уже говорил, он на порядок выше человека. И их стоит уважать, с ними стоит считаться. И, конечно, может быть, не совсем боготворить, но в любом случае это, наверное, самое близкое и самое умное животное, которое может вообще сопровождать человека по жизни. Анастасия Лукьянчикова, тренер Могилевского конного манежа, была сегодня в гостях у нас. И говорили мы о людях и о лошадях, а также о природе такой тесной и глубокой связи между ними. Редактор субтитров А.Семкин